Всё вокруг ускоряется и кружит в бешеном ритме. Скоро работа, скоро покупки, скоро говорки. Мы постоянно куда-то бежим, чтобы успеть хоть немного пожить. Наш организм при этом тратит огромное количество энергии, а её требуется восполнять хотя бы едой и хотя бы на бегу. Вот почему появились источники скоропитания – рестораны фастфуд. Есть такие в нашем городе. Мы решили узнать, популярны ли они у воскресенцев. Нет, не хожу. Вообще не ходят, а почему? Не хожу. Ну, и для меня это вредная еда. Я стараюсь здоровой пищей. Очень редко. А почему? Ну, во-первых, из-за того, что не хочется так быстро толстеть. А когда просто по времени ты знаешь, что много дел надо сделать, то приходится пользоваться. Ну, вредная пища. Не очень хотелось бы часто питаться. Нет, не хожу. А почему не ходите? Нет, не нравится. Кушаете? Нет. Мы гадость не едим. Да не хочется. Тем более сейчас такое время на улице вылазить. Ну, люди там кучкуются постоянно. Садятся, маски снимают. Все. Ну, да, иногда. Ну, раз в неделю можно так. Раз в полгода, максимум раз в месяц. Фастфуды? Ну, да. Да. А на сколько час? Раз в... Две недели. Да. Сколько? Ну, раньше чаще, да. Бургеры. Картошечка. По-деревенски. Да. Большая часть опрошенных нами жителей высказалась категорически против фастфуда. Другие признали, что посещают рестораны быстрого питания крайне редко. И это не лишено логики. При всей своей вкусноте такая пища действительно вредна, поэтому злоупотреблять ее не стоит. Согласно исследованиям, 60% населения России имеет избыточный вес. Ожирение становится национальной бедой, а культура здорового питания выносится в отдельный национальный проект. На портале здоровое питание РФ россиян учат относиться к еде осознанно. Ведь мы то, что мы едим. И весьма печально, что многие становятся тортиками и пирожными, когда могли бы быть стройными морковками или бодрым сельдереем. Тарелка здорового человека обязательно должна включать в себя овощи, фрукты, цельное зерно, полезные масла и белки, такие как орехи, бобы, рыба и курица. Эти продукты должны попадать в корзину ваших покупок каждую неделю вместе с молочными продуктами. И не забывайте о том, что правильно понемногу перекусывать каждые три часа. Вы же заливайте бензин в бак автомобиля, когда топливо на исходе. Не забывайте и о себе. Анна Ерина, Артем Карпов, новости Искровект.